Планок другу, да, 50 на 50, потом мнение зала, это нормально, да. Девушка, вы скажите, у вас в торговом комплексе фото-видеозапрет есть, да? Это часы. Чего? Чего? А вот вашего легия-тихдонера, что-то на фиктопе. А вот фиктопы. Может, групповое это, давайте. Да, групповое, да. А, давайте. Давайте, для тиктока присоединяйтесь. Групповое фото для тиктока, граждане. Групповое фото в тикток. Не против, да, он поснимает? Ну, почему? В смысле? Ну, в смысле, в утили. Да, просто. Снимаем. Нам маму просто купили, вот. Ему супруга купила, мне мама купила, поэтому. Сказала, вот тебе, на камеру, говорит, сходите, снимаем. Все. Иди, не помните, сходите, да? Телефон брал у меня давно. Ну, у него китайский, по-трифон. Посмотрим, как качество съемки. Я на совместимость с Касева просто свой китайский телефон хочу проверить. Муха-то 24 пусс. А что вы хотите купить? В ответ, у нас только женский обувь. Вас должна интересовать мужская обувь, по-моему. А в тиктоке вы мужчин? Да, в тиктоке... Нет, в тиктоке все. Там у мужчин и у мужчин. А мы для него обувь подбираем. Это мы сами тиктокеры, что вы говорите. Ну, давайте мы... Какое у вас все равно в тиктокеры. Ладно, идите гуляйте дальше. Это там интереснее намного. Нет, а что вы хотите именно снять? А там в тиктоке просто кто-то заказал из подписчиков. Ну, по крайней мере, не старший магазин, а тут точно. Вы смотрите, какой... Нет, какой магазин был, во-первых, смотрите. И дальше что? Нет, посмотрите. Ну, вы тоже тиктокер, коллеги. Нет, посмотрите, какой магазин заходите, во-первых. Так, что? Вот в Зенден туда, и там вам будет много интереснее. А что там? А там кусок тиктокеров тоже? Конечно. А что там в Зенден? Давайте мы три минуты у вас. Да вообще прикольно. А в Зендене 10-3, по-тримингу. Ну, так как вы снимаете, все равно там ничего не будет видно. Почему? А неправильно, да? Слушай, давай. Ну, ребят, ну что, давайте выходите. И он ютубер. У нас, тем более, камеры стоят, тоже смотрят. Я не хочу на границу выжать из-за вас. Ну, просто нам штрафы из-за вас. Вы разрешаетесь, а нам штраф. Ну, во-первых, у нас здесь проходка, и считается, все. Слушай, ну, вы же тебя снимаете тоже? Конечно, у нас камеры стоят. Мы вас будем смотреть. Нет, это не надо, не надо меня снимать. Да, и в тикток не надо, класс. Почему? У нас тоже камеры, мы тоже снимем. И в тикток, мы тоже снимем. У меня директор магнита знакомый, Боришек из таймер-наблюдения, в тикток выкладывает и миллионы просмотров. Конечно. Там люди зарабатывают, есть такие. Ну, все, давайте, мы не будем. Ну, да, ладно. Три минуты. Все, уже прошло и три, и десять минут. Хорошо, да. Где смотреть? Давайте по очереди. Тикток. Где смотреть? Я мусорок Валек. Мусорок Валек. Тикток канал. Детектив Купер. Я на Ютубе. Не, ну серьезно, где? Наш на отзор в Санкт-Петербурге. Я контролер Валек. Детектив Купер, контролер Валек. Ну, столько каналов прохожу. Очень хорошо. И где вас посмотреть-то? Первый канал. В Ютубе. В Ютубе. Да, и что там будет? Вы лучше скажите, где я потом сниму тиктоките? Тоже самое. Будем наблюдать. Спасибо. А вот ваш коллеги тиктокер, скажите, что там тиктокер. А вы тиктокер? Я служба безопасности центра. Центра? Служба безопасности центра? Так у вас же магазин написан. Не, не, не надо. Я общаюсь со службом безопасности центра. Не, не надо. У вас видят где-то там? Нет. Не выкладывайте. Ваши виды будут там. Нет, в безопасности не надо. Все, мы уходим. Не надо. Не выкладывайте. Может, групповое? Давай. Групповое? Да. А, давай. Да, Скорб. Давайте, для тиктока присоединяйтесь. Групповое фото для тиктока, граждане. Подходите. Групповое фото в тикток. Да. Все? Все. Можете переслать, может быть? Извините. Работа. Сейчас еще в БСБ отзвонюсь. Учи-пуси. Тут я просто решил посмеяться. Вы меня точно рассмешили уже. Я могу на громкости, я послушаю что-нибудь вам скажу. Слушай, забавно. В БСБ отзвонить. Не, не надо, мы уходим, все. Скажите, Валек пришел. 34,4. 34,5. Вы болеете, товарищ. Вы болеете, товарищ. Надо вызывать ФСБ. Скорее всего, ковидом болеете. Это угрожает безопасности государства в целом. Давайте выйдем из магазина и там снимать у нас столько хотите. А вас снимать можно? Ну, конечно. А сколько стоит? Бесплатно. Бесплатно? Как ты? Нет. Мы проституция не занимаемся. Смотри, у меня. Да, да. Пожалуйста, было согласование съемки. Какое? Какое? Потому что вы снимаете в магазине. Кого снимаете? А с кем согласование должно быть? Отключите камеру, пожалуйста. Смотрите. А я снимаю на камеру. Тогда он снимает на камеру, а не они. Андрей. То есть вы посетители выгоняете из магазина? А что сейчас молодой человек сделал? Я тоже вот... Опа! Я потенциальный клиент вашего... Что? Магазина. И этот человек сейчас выгоняет клиентов из магазина. А что он сейчас только что сделал? На камеру. Что он сделал? Он попросил выйти. То есть он выгонял. Если у меня сейчас поднимется давление, я ухожу здесь в морок. Так а зачем вы с нами стоите рядом? Ну, я хочу просто понять, для чего вы снимаете наш магазин. Ну, я не снимаю, я фиксирую. Что вы фиксируете? Снимает только девочек. Что вы фиксируете? Все. На каком основании? На конституционном. Встречи? Для себя. А мы на допросе? Вы на нашу инструкцию почитаете? Я просто хочу понять. Ну, я вам ответил на все ваши вопросы, которые вас интересовали. Правильно? Все. Правильно. Там промысленные нарушения. Это у нас права. Все. Все. Как вам подошли в механизм? Вы ничего не поделите? Ну, вы запрещаете ли в стиле видео с какой-то прочей стране? Ну, вообще у нас должны быть согласованы. У кого у вас? У нас в стране не должно быть согласований на все съемки. У нас в стране президент сказал, что снимать можно где угодно. И плевать на то, что говорит ваша администрация. Проход. Ну, это вам надо снимать. Зачем? Мы начинаем снимать. Мы начинаем снимать. Мы древали на ваш руководство. Вот я ему начальник, я ему сказал, я тебе разрешаю снимать. А другой же начальник, а он у меня не начальник. Аликсар. Извините, конечно, мы нечем стоять. Блин, не надо было вообще изначально подставить. ФСБ вызывать. Дают бесплатно ФСБ. Вот так. Вот, люди, ни в коем случае не посещайте данный магазин и не покупайте никогда у них обувь. Часы снимали? Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А на кого похож? Не знаю. На человека. Я хоть тебе сумку выбираю по себе глаз. Хочу. Хоть какое-то оценочное суждение уже первое есть. Кто? 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 Кереза. Кто не разрешает? Не разрешает охрану. Охрана? Давайте спросим у них. Давайте спросим. А не, лучше без охраны. Они с нами не согласны. Не надо охрану. Не надо охрану, пожалуйста. Да, мы быстренько пройдем. Мы быстренько пройдемся у вас по кругу просто и все. Давай, давай, второй круг, потому что у них халцует. Администрация знает об этом? Знает. Да. Почему они? Подожди. Кому? Почему вы снимаете человека без разрешения? На каком основании вы снимаете человека без разрешения? Так мы сумки снимали. Вот ваш мужчина снимает... Баруков, меня не трогаете. Вот ваш мужчина снимает женщину без разрешения. На каком основании? Уберите. Уберите. Камеру. Аккуратно! Сейчас я просто помогаю. Аккуратно! Аккуратно! Они, не спрашивая разрешения, снимают наши отделы. На каком основании? Пояснить можете по этому поводу что-то? А что я должен пояснять? Говорят, чтобы вас не снимали. Что еще раз говорят? Вы не снимали. Вас, то есть нас, да? Да, попросили вас не снимать. Попросили, я и вежливо отказал. Да, но есть вообще-то законодательство по поводу того, чтобы не снимать человека. Ну-ка статью дайте ко мне. Человек без его разрешения не имейте права. Я сейчас говорю не торговых комплексов. Стать я. Вы сейчас сослались на норму права. Скажите мне статью, по какой мне запрещено. Хорошо, вам просто человек говорит о том, чтобы не снимали. Я просто вежливо отказал. Замечательно. Я изначально снимал вот там. Она начала запрещать. На каком основании она мне запрещена? Я не хочу, чтобы вы ее снимали. Для чего вы ее снимаете? Вещи снимаете? Нет. Вы ее лицо сейчас снимаете. Для чего вы? Мое лицо сейчас на чего снимаете? Потому что вы ко мне обратились. Да, хорошо. Это раз. Второе. Вы находитесь на работе. Это два. Да. Поэтому лично от меня к вам никаких претензий нет. Но вот человек вам сказал, я… Она тоже находится на рабочем месте. Она сказал, я не хочу, чтобы вы меня снимаете. Хотите, она может дома только. Да. Она сейчас дома. Она может сейчас вызвать в полицию и сказать, что вы ее как-то там приезжаете и так далее. Так у нас же камера фиксирует. И как мы ее унижаем? Ну, она же как-то перечипет на вас, правильно? Ну, это значит, она не стрессоустойчивая просто. А можно узнать, что это у вас за группа такая? В смысле группа? Группа люди. Ну, я понимаю, что группа людей. Ну, вы какие-то блогеры или что-то сейчас очень модное. Возможно блогеры, возможно нет. Просто атака обычно посетителей торгового комплекса вашего. Если человек попросил вас не снимать. Смотрите, вы приходите в магазин. Я тоже прихожу в магазин. У меня тоже есть телефон с камерой. Я снимаю там какие-то товары, да. Чтобы потом их куда-то выложить или там обсудить что-то. И тут подбегает человек и говорит вам, все, я запрещаю. Нет. Влезает ваш объектив и говорит, я запрещаю вам. Нет, смотрите. Если человек говорит, что я запрещаю вам снимать то, что здесь находится, да, там, товар, там, еще что-то. Вы можете сослаться на конституцию как раз-таки, о котором говорит товарищ посетитель, он не представился. Поэтому я не могу. Да я не должен представляться. Я не говорю, что вы должны что-то. Еще раз. Нет, ну хорошо, да. И остальное типа я не могу. Если вы снимаете лично человека, то это у меня немножко другое. Да какой лично? А почему у меня ваши камеры снимают лично? Вот я прохожу и... У нее тоже вон установлена видеокамера. Почему она меня снимает? Она у меня разрешение спросила. Почему торговый комплекс не согласовал со мной, что я прихожу? Почему торговый комплекс влезает в мою личную пространство? Приходит в каждый торговый комплекс. Вообще в любое общественное место. И все таблички. Внимание. А я не согласен. Все, это мое личное пространство. Здесь я зашел, там, где иду. Замечательно. Все. Я не согласен. Надо было голосовать за поправки конституции. Так мы и проголосовали. Молодцы. Ну и, соответственно, Путин утвердил 29-ю статью, пункт 4, что в общественных местах можно снимать, и это как у всех, и все. Нет, а причем вас голосовать, не голосовать. У нас это было... Она запрещает, стоит. Она не хочет, чтобы ее лично... Я еще раз говорю, хотите, она может дома. Может быть, она домой хочет. А она меня скажет. Так давайте отпустим ее домой, пускай идет. Там ее снимать никто не будет. Трое взрослых здоровых мужиков... Не трое, а четверо. Четверо взрослых здоровых мужиков накинулись на одну женщину. Накинулись? Ну, да. Вы сейчас врете, что мы накинулись. Ну, она бы не стала кричать и звать охрану, наверное, да? Правильно? Так мы не кидались с ними. Понимаете, вот этот интернет-хайп, это все здорово. Это все замечательно. Так вы себя показываете не с той стороны? Я себя вообще ни с какой стороны не показываю. Я не кидаюсь на вас, не кричу. Почему вы себя показываете не с той стороны? Да, вы вышли, и вы мне тоже самое же так же начинаете говорить какие-то нелепые слова. Какие нелепые слова? О том, что она запрещает себя снимать. О том, что вы интернет-хайперы. О том, что она запрещает себя снимать. Чтобы потом выставлять на ютубе. Это не правда? Нет. Почему нет? Если по нашей изначально ко мне не обращалась бы, она вообще была бы не интересна. Может быть мы хайперы? Нет. Интернет-хайперы. Ну, ради хайпа все вот это происходит. Разве нет? Ну, где-то с какой-то целью, да. Хайпа. Вот она сейчас, вот эта вот бабуля, бабуля, нахайпанула. Ни в коей мере не задерживаемся. Спасибо большое. У нас проблем нет вообще. У меня к вам проблем нет. У девушки к вам проблем нет. У нее может быть много проблем. Это ее личное, это ее личное. У нее может быть много проблем. Это ее личное. Да, я согласен. Так она должна решать их где? Ну, у меня спрашивается. Ну, да. Дома. У меня, в принципе, не спрашиваю. Я утверждаю, что она должна их решать дома. Свои личные проблемы она должна решать их дома. Но не в общественном месте. У меня ее проблем вообще не интересны. Ну, мы просто решили тут поснимать. Да. И ее в том числе. поскольку она запрещает видеозапрет у нее. Снимает девочек на трассе, а я фиксирую. С целью любительской. Есть вопрос? Ну, вообще, да, есть вот какие-то точки вопроса. Пройдите туда, или мы спустимся на улицу, уйдем с вами. Меня здесь устраивает. Или вам нужно пройти уже? Нам нужно узнать, кто это. Написк яркий акцент. То есть это яркий акцент, и это все, да. А документация, все, в этой торговой точке есть? С какой целью вам интересуетесь? С целью потребительской. Потребительская цель? Да. Подтверждающий документ. Документ потребителя? А это чек. Документ потребителя вы сейчас требуете, да? Да. Да, есть. Вы представитель организации торгового комплекса, администрации торгового комплекса. Можно у этой женщины из уголка потребителя попросить книжку закон о защите прав потребителей? Могу это сделать? Можете мне предоставить? Да, вы мне правы. Сейчас, сейчас, одну секундочку, это многоходовка такая, как шаг. Просто уже раз в 15 у нее спросили, а она не давала. Я просто вот на протяжении последних 10 минут... Вы снимаете сейчас те, что вы снимаете меня, вы путаете меня. Вы книжку мне дайте, пожалуйста. Вы не даете мне сказать то, что я хочу. Вы мне книжку дайте, вспомните закон о защите прав потребителей. Сейчас он был задан вопрос, я должен право ответить. Даже потом... Вас попросили предоставить книжку. Я вот эту 10 минут прошу. Вот администрация просит. Предоставьте книжку, пожалуйста. Представляю. Все, ждем. Так, книжки нет, да? Вот так. Как здесь все работает? Планок другу, да, 50 на 50, потом мнение зала, это нормально, да. Девушка, это какого? Вы скажите, у вас в торговом комплексе фото-видеозапрет есть, да? Это честный. Че? Честный. Чего? Кирилл, не пугай, она пока хорошая. Снимай девочек на трассе. Не пугай ее, подожди немножко. Частный собственный. Частный собственный. Домой иди в частный собственный. Кирилл, подожди, подожди, не пугай ее. Она мне еще нужна. Я? А как она себя ведет? Как она себя ведет? Запрещает мне фото-видеозапрет, а? Она в общественном месте оскорбила меня этим. Запретила. Она нарушила ее правила. Она запретила. Она запретила. Кирилл. Кстати, я узнал, как ты узнал, да? Ух ты. И что? Срезные шоки. Тебя узнают? А, он даже с торговым центром. Да. Продолжение следует.